В период подготовки Сочи к Олимпийским играм железнодорожные станции были существенно модернизированы. Это Дагомысский вокзал. Здесь тоже появились заграждения и безопасные пути выхода к железнодорожной ветке. Но не всем жителям и гостям Дагомыса это понравилось. Люди по привычке лихо перемахивают через бетонный блок и идут к морю через несколько железнодорожных путей. Хотя через 50 метров есть подземный переход. На вопрос, почему поступают так или иначе, отвечают, раньше же здесь ходили, с моря возвращаются так же по путям. А если пройти по морю и пройти под... Далеко идти. А так ближе? Да. А может так ближе к смерти? Нет, я вверх еду. А поезд по другой стороне подъедет? И вы его не услышите? Не глухой. Можно и не услышать, можно и не увидеть. Можно споткнуться и упасть. Через станцию Дагомыс проходят все поезда, электрички и достаточно много. Идут не только молодые люди, но и взрослые, причем ведут с собой детей, показывая им пример, как не дорожить своей жизнью. Правда, при виде нашей камеры убегают, а другие и камер не стесняются. Намотали даже проволочную ступеньку, чтобы легче было перелазить через блок. Первый раз в жизни просто решили сократить путь. Ну, дорогу не знаю. Как мы шли так? В итоге, за первые полугодия этого года в Сочи на железной дороге погибло 25 человек. Цель сегодняшнего рейда профилактическая. Объяснить, почему нельзя ходить в зоне повышенной опасности, тем самым предотвратить детский травматизм. Дети смотрят на взрослых, что они это делают, и тоже перелазят. Нами уже за курортный сезон выявлено 30 детей. Вчера проводились рейдовые мероприятия. Выявлено 7 несовершеннолетних, трое из которых вообще в прятки играли на железной дороге. Они пытались спрятаться в кустах, друг от друга бегали, прыгали и развлекались. И родители в этот момент отдыхают на море и за детьми абсолютно не смотрят. А вот и подростки, ради которых и организовываются подобные рейды. Идут вдоль железнодорожной линии, даже не понимая, что это не пешеходная тропа. Сначала объясняют, что первый раз решили пройти, потом даже вступают в диалог и пытаются убедить инспекторов, что все здесь ходят. А почему им нельзя? Мы с моря шли, просто там долго идти, как бы через море. Решили пройти так, так быстрее просто. Когда с них требуют письменные объяснения, понимают, что сделали что-то не так. Дает телефон родителей, которым и обязаны полицейские теперь передать ребят. Как позже стало известно, отец одного из мальчиков приехал в транспортную милицию и забрал их, выразив полицейским благодарность.